Привет! Компьютер Мечта 2006 с самого своего начала получался неудачным. Прям как этот дубль. То видеокарты я подобрал не те, то в корпус не влез здоровый кулер, да и в принципе всё там через одно место. Вот если кого-то не берут в армию из-за плоскостопия, так меня не взяли из-за рукожопия. Вот жёсткий диск. У него есть разъём для подключения интерфейса SATA. И тут у нас пластик и металлические контакты. В первый же день, когда я ковырялся с этим компьютером, я отломал пластик. То есть получается, жёсткий диск внезапно стал бесполезным. И я попробовал поставить Windows на IDE жёсткий диск. Но он тоже как-то очень странно работал, постоянно тарахтел, очень сильно шумел. Я решил не рисковать и поставить винду на SSD-шник. 80 гигового SSD более чем хватает для Windows, для базовых программ и где-то для десятка игр того времени. Винда загружается настолько быстро, что полоска загрузки даже не появляется. Игры тоже загружаются моментально и в целом всё работает прекрасно. Но дальше начались настоящие проблемы. Во-первых, материнская плата ни в какую не хотела запоминать настройки BIOS. Проблема не в батарейке. Я поменял десяток разных батареек, 100% рабочих, совершенно новых, старых, любых. И просто она ни в какую не сохраняет настройки, если отключить питание. И поэтому я всё собрал, всё настроил, начал ковыряться с разгоном. И по сотню раз мне приходилось постоянно вбивать одни и те же настройки. Начиная от даты, заканчивая частотой процессора, частотой оперативной памяти. С оперативной памятью тоже интересная история. Вот этих прекрасных модулей по гигабайту у меня 4. Я не знаю, то ли 4 гигабайт много этой материнской плате, то ли тут какие-то косяки с контроллером памяти в процессоре, дорожки на материнке повреждены, или просто какие-то модули глючные. Я не знаю. Но материнская плата при одних и тех же настройках из 4 гигабайт иногда видит 2.8, иногда видит 3.3, иногда все 4, иногда вообще не стартует, иногда позволяет брать на этой оперативке 480 МГц, и все совершенно прекрасно. То есть я не очень понимаю причину такого поведения. Два любых таких модуля работают идеально. Два модуля по 512 МБ, которые у меня где-то там валяются, прекрасно берут 533 МГц. То есть я не знаю, в чем проблема. У процессора, напомню, это Атлон 64FX60, топовый двухъядерный процессор под сокет 939, у него стоковая частота 2.6 ГГц. Он легко берет 3 ГГц на воздухе. Причем хватило бы кулера и намного проще. Не обязательно было заморачиваться с этой башней. Все, что больше 3 ГГц, он вроде бы берет где-то 350, 300 даже у меня получилось один раз, но там безумное количество проблем со стабильностью. Поэтому тестировать я решил в стоке. Не такая большая разница между 2.6 и 3.0. Да и пусть будет. Кстати, видеокарты, как видите, уже с новыми кулерами, которые я заказывал на Алиэкспрессе, штуки действительно крутые. Занимает видеокарта так два слота, и поэтому мне пришлось отказаться от звуковой карты. Звуковая карта, конечно, влезает, но она полностью перекрывает вентилятор на видеокарте, и контакты сзади звуковой карты упираются прямо вот в эти алюминиевые ребра. Кулер на самом деле классный. Я взял самую холодную из трех 7900GS, ну то есть выбрал ту, у которой ее стандартный кулер работал лучше всего. Вентилятор меньше всего забился, и поменял там термопасту. Сделал замер температуры, и потом поставил вот этого монстра. Температура упала на 15 градусов в нагрузке. Это очень круто, всего за 300-400 рублей. Ссылочку на этот кулер я оставлю в описании. А еще я там же оставлю ссылочку на пакетик с радиаторами. Я заказал довольно маленькие по размеру, и поэтому, чтобы они накрыли чип памяти, мне просто пришлось ставить их два. По-моему, лучше поставить два маленьких радиатора, чем купить пакетик с большими, и потом мучиться, когда их нужно будет поставить где-нибудь на материнке. И вот сейчас я разочарую всех, кто ждал это видео, потому что вы ждали его главным образом ради тестов. И с тестами все очень и очень плохо. Первым делом я запустил Half-Life 2 эпизод 2. Самое начало игры. Там довольно нагруженная и интересная сцена. И при этом ее очень легко повторить, потому что это самое начало игры. Разрешение 1280 на 1024 пикселей. Настройки выкрутил вообще все, что можно на максимум. И FPS постоянно прыгал от 50 до 150. Казалось бы, все замечательно, все играбельно. Но в те моменты, когда он со 150 падает до 50, получается просто полный ужас. Играть невозможно, все фризит, все лагает. Видеокарты обе загружены на 100%. Процессор. Одно ядро на 100%, второе на 10-15%. В настройках Half-Life есть возможность включить многоядерный рендеринг. После того, как я его включил, процессор загрузился вообще на 100%. Оба ядра по сотке. Но при этом видеокарты стали грузиться только по 50. И FPS стал 25-50. Что уже крайне грустно. Я не знаю, это проблема конкретно моего Half-Life, проблема последних драйверов для Windows XP, или в принципе что-то еще. Фиг его знает. Но получилось так, что в Half-Life нормально поиграть на этом компьютере просто невозможно. Вполне разумный вариант, это немножко снизить настройки, включить вертикальную синхронизацию, и просто нигде не получать меньше 60 FPS. Проблема только одна. Я собирал этот компьютер, чтобы играть в старые игры. В том числе и в Half-Life 2. И вот тут-то самое интересное. Если он не справляется с максимальными настройками качества в каком-то там Half-Life, на квадратном мониторе 1280 на 1024, то зачем он мне нужен? И дальше я запускаю Far Cry. И я долгое время не понимал, что вообще происходит. Потому что все какое-то слишком черное, я ничего не вижу, и только какое-то пустое белое небо сверху. Потом я запустил сетевую игру, и сразу же понял, в чем была проблема. Проблема была в том, что не прорисовываются какие-то объекты, какие-то объекты внезапно становятся прозрачными или полупрозрачными. Например, вот я вижу дорогу перед собой, она полупрозрачная, и я через дорогу вижу холмы где-то там вдалеке. Ну классно, короче. И это проблема, скорее всего, с драйверами. Но, возможно, это проблема самой технологии SLI, по крайней мере, в Far Cry. Возможно, Far Cry не любит SLI. Дальше я запустил Stalker. И здесь, на самом деле, все хорошо. Игра предложила средние настройки и полное статическое освещение. И внезапно выдает 130 FPS у Сидоровича и за сотку в деревне. Прекрасно. Я выкручиваю настройки в самый максимум, как только возможно, но оставляю статическое освещение. FPS не меняется. Процессор одним ядром загружен на 100, видеокарты загружены где-то по 80-90%. Все прекрасно. Самое время попробовать полное динамическое освещение. Включаю его 20 FPS. Ну раз полное динамическое освещение не работает, достаточно хорошо. Может быть, можно попробовать динамическое освещение. Ну, стало лучше. В деревне где-то 30 FPS. Когда я убежал из деревни по дорожке, там было и 60. Но когда начинается хоть какой-то замес, там опять 25, 30. Ну, в общем, все грустно. И это, получается, не самый максимум. И еще раз напомню, 1280 на 1024. То есть, были бы это не 7900GS, а хотя бы GT, а лучше GTX, тогда все было бы прекрасно в Сталкере. Ну и, наверное, в Half-Life тоже было бы все прекрасно. Дальше на очереди был первый Crysis. Но в чем проблема первого Crysis? Он пойдет даже на одной 7900GS. Я в него когда-то играл на 7900GT и на одноядерном атлоне на AM2 сокете. Это было играбельно, это было нормально. Я не помню настройки, но что-то из низких, средне-низких, как-то так. И здесь ситуация бы не сильно поменялась. Это были бы по-прежнему низкие, средние, средне-низкие, и что-то в этом районе. Без максимального сглаживания и без каких-то крутых эффектов. И самое главное, без 10-го Директа. То есть, Crysis для этих игр, ну, слишком новый. Хотя я не знаю, почему я сейчас про него говорю. Ведь Crysis это 2007, по-моему, год уже. Компьютер 2006. В принципе, вполне актуальное сравнение. Но собирался он, типа, для старых игр. Но Crysis, типа, старый ему 11 лет. Ай, ладно. К этому моменту я уже совсем разочаровался в компьютере. Отложил много тестов на потом, которое так и не наступило. И последней игрой я протестировал The Elder Scrolls IV Oblivion. По нашим меркам, это уже устаревшая игра. По меркам этого компьютера, это его современница. Поэтому я решил попробовать выкрутить настройки в максимум. И получил 30 FPS. Но проблема не в 30 FPS. Проблема в каких-то непонятных артефактах. Вот начинается вот эта сцена. Вот там этот император, вот эта вот тюрьма. Все прекрасно. Потом император подходит ближе и начинает что-то там затирать про то, что он видел тебя во сне. Бла-бла-бла, вот это вот все. Я смотрю на лицо императора, а оно капец как пересвечено. И потом я смотрю на тень, а она какая-то непонятная. Она своей жизнью живет. И она такая пиксельная, такая вся квадратная. И лучше бы ее вообще не было, чем была бы такая. Может я, конечно, перестарался, выкрутив тени на максимум. Может быть, видеокарточки плохо с этим справляются. Понятия не имею. Потом мы с императором уходим, его там стража куда-то ведет. И начинается самый первый замес. И там сразу же, фьюх, 15 FPS. Но это буквально на секунду. Потом 20, 25, 30, 35. Но в основном 20, 25. И, в общем-то, как-то жить можно. Особенно если чуть-чуть самую малость сбавить настройки. То есть, визуальная игра разницы никакой вообще не заметит. Но FPS станет больше. И, в принципе, оно так и есть. Но вот опять же, зачем мне играть в Oblivion на отдельном компьютере с низкими, ну, слегка пониженными настройками, если я могу сделать это на своем основном компьютере с выкрученными на максимум настройками, с большим разрешением, или даже в настройках видеокарты включить мультисемплинг и вообще там в 4K играть. И все потянет, и там будет 500 плюс FPS. Звездочка. Я не проверял. Итог. Игры, которые 2005, 2006 и 2007 год на максимальных настройках этому компьютеру не поддаются. Кстати, я забыл сказать, видеокарты я слегка разогнал. То есть, это не прям совсем стоковый и не совсем ужас был. То есть, они даже были в разгоне. Хоть проц был и в стоке, но его хватало для практически всего. Мы упирались в загрузку видеокарт постоянно. Так вот, для максимальных настроек игр 2006 года компьютера маловато. Для более старых игр, будь это крутой Сэм, первое пришествие, второе пришествие, будь это третий Квейк, этого компьютера просто с лихвой хватает. Он излишне мощный для таких игр. И тестировать их, ну, не знаю, особо нет смысла. Это как сейчас тестировать CSGO на Titan XP и i7-8600K. Понятное дело, что пойдет. Понятное дело, что на максимальных настройках. И понятное дело, что с заоблачным FPS. Короче, что делать, как быть? От идеи иметь отдельный компьютер для стареньких игрушек, я отказываться не хочу. Все-таки это очень классно, когда не нужно захламлять основной компьютер играми, когда можно поставить Windows XP и предаться ностальгии. Но раз с этим у меня не получилось прям вот выжать максимальный FPS из максимально возможного, то кое-что другое я придумал. А именно... Ай. Ну ладно, бывает. Эту материнскую плату мы с вами уже видели в видео, где я записывал про свои покупки в декабре. Чего-то его не очень хорошо посмотрели. Ну и ладно. Материнская плата очень крутая. Здесь Core 2 Extreme. Здесь 4 планки по 2 гигабайта DDR3. И классная китайская водянка с двумя вентиляторами от Deepcool. И чтобы все было прям супер-супер-супер-супер, я взял GTX 280. И на удивление я нашел их даже две. Вот, они немножко разные, но ничего страшного. Должно получиться прям супер-пупер. И сюда можно будет поставить Windows 10, Windows 7. И это будет даже как-то адекватно. Это... ждите видос. Чего? Небольшой урок мудрости. Нет такого понятия, как удача. И несмотря на то, что вот это все железо у меня было изначально, я решил поэкспериментировать с этим. Но не поэкспериментировав с этим, я бы не понял всей ценности этого. То есть, удача, это не то, что вот внезапно все стало хорошо. Это когда ты много раз делаешь неправильно, и, наконец, у тебя получается правильно. А еще будет правильно, если вы поставите пальцы вверх этому видео, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик, он где-то снизу, рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропускать новые видео. И обязательно пишите в комментариях свое мнение обо всем вообще вот этом железе, об идее иметь отдельный компьютер для старых игр, о том, что я зажрался, и у меня второй компьютер мощнее, чем у многих первый. Ну, в общем, вот это все. Пишите в комментариях, заглядывайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. А еще в описании есть ссылочки на радиаторы и на китайские кулеры для стареньких слабеньких видеокарт. Они очень крутые, покупайте. Этим вы тоже поможете мне и каналу. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спи спокойно. Нет, так уж здесь и без огорода. Слава, я возьму это на себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Нормально все, так живо, четко, классно. ДимаTorzok